Алексей Чепа В последнее время много говорят о сотрудничестве России и Китая на уровне малого и среднего бизнеса. Это подчеркивали на последнем Восточном экономическом форуме, это подчеркивают на каждой из встреч, которые проводит РАСП. А как вы можете оценить современную ситуацию на уровне отношений малого и среднего бизнеса России и Китая? В чем основные трудности? Очень хороший вопрос, спасибо. В Китае очень большое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса и составляют значительную долю и ВВП, и в бюджете. России еще предстоит только пройти этот путь. Госкорпорации достигли уже своих целей, им легко договариваться. Малому и среднему бизнесу в какой-то мере сложнее это делать, потому что если говорим о решении какой-то серьезной, такой большой задачи на уровне тех госкорпораций, то встреча руководителей президента Путина и председателя Си Цзиньпиня, они как бы сразу же решают все вопросы. Вопросы, да, и этим госкорпорациям легко решать. А малому и среднему бизнесу приходится во многом решать эти вопросы самим. В чем проблема? Проблема есть? Есть проблема. И проблема – это в первую очередь разности менталитета, разный подход к ведению бизнеса. И это нужно преодолевать. Поэтому очень важны какие-то структуры, какие-то организации, какие-то люди, которые уже много лет проработали, допустим, либо в Китае, либо в России китайцы. И когда эти структуры, либо люди принимают участие, то происходит некое ускорение. По-разному развивалась экономика и в России, и в Китае за последние 30-40 лет. Мы знаем, что тот экономический уклад, который был в Китае, они сохранили. Темп развития и рост ВВП был и 20%, и 10%, потом устойчивый был 8%, сейчас чуть меньше. 6,6%. 6,6%, но тем не менее, как бы развивается. У нас темпы развития значительно ниже. Многое развивалось не эволюционно, а революционно. Мы знаем, что всегда это плохо. Есть негативные стороны развития экономики в том числе. Это сейчас практически во многом преодолели. Работаю с Китаем уже практически скоро будет 10 лет. Могу сказать, что сейчас с каждым годом все устойчивее и надежнее наши контакты. Возвращаясь к теме малого и среднего бизнеса, уместно вспомнить про ваш форум. Вы проводите международные форумы поддержки малых и средних предприятий России и Китая. А в чем основная концепция форума, как он проходит и кто в нем участвует? Ежегодный форум проходит. Структура форума такая. Два пленарных заседания. Одно пленарное заседание в столице, Москва, Пекин. И одно выездное в регион. Форумы с каждым годом проходят более многочисленные. Примерно несколько сот компаний принимают участие. Мы заранее готовим программу. Что-то посвящено машиностроению. Следующее посвящено сельскому хозяйству. В этом году мы проводили в России. Это Москва и Ростов-на-Дону. И было посвящено в основном сельскому хозяйству. Мы предложили Китаю заняться производством сои в России. И китайцы приняли это предложение? Китайцы ему очень понравилось предложение. Мы рассматривали возможности на уровне средних предприятий. Это не просто производить сою совместно на территории России. Но ее и перерабатывать. Делать какую-то готовую продукцию. И отправлять эту продукцию в Китай, конечно. Китай заинтересован в долгосрочных программах. И что их волнует, то, что нет стабильности. Китайцы говорят, что мы готовы. Значит, нас даже не так будет волновать. Ценовой вопрос, как вопрос стабильной поставки. Я говорю, если вы хотите стабильные поставки, давайте тогда вместе этим и заниматься. У нас проблема в сельском хозяйстве – это нехватка тех же зернохранилищ или устаревших зернохранилищ. Давайте вкладываться в инфраструктуру. Если есть где хранить, если есть надежный покупатель, то это все стабилизируется. Это выгодно и России, и Китаю. Если говорить об особенностях вашего форума, я так поняла, что одна из главных особенностей в том, что это не просто пленарные заседания, встречи, дискуссии. Это и практическая, если можно так ее назвать, часть. Вы выезжаете на предприятие. Допустим, в 2015-м, когда форум проходил в провинции Шаньдун, вы посещали китайскую компанию. Когда вы проводите форумы в России, вы посещаете российские компании и предприятия. А чему мы можем поучиться у Китая? Как раз вы напомнили мне, когда мы ездили в провинцию Шаньдун, то мы посетили несколько машиностроительных предприятий, в том числе и предприятия по строительству подвижного состава для скоростных железных дорог китайских. Мы возили наших железнодорожников и компаний, которые работают в этой сфере. Это произвело очень большой интерес. Мы увидели лучшие передовые предприятия китайские. Мы привозим китайцев на наши предприятия. Китайцы предлагают, что готовы они внедрять в наши технологии. Если первые встречи проходили больше ознакомительными, то сейчас мы уже подписываем по несколько серьезных договоров. Такой остается фон, и мы узнаем, что бизнес двигается, люди подписывают, люди узнают. То есть результаты очень хорошие. Тогда же в 2015-м вы говорили о том, что ваш форум нацелен на то, чтобы снять барьеры и наладить конструктивный диалог между Россией и Китаем. Прошло уже три с половиной года, и не один форум прошел. Что изменилось? Действительно налаживается этот конструктивный диалог? Более чем, я бы сказал. Мы подписываем определенные соглашения с провинциями. Мы выводим сейчас уже вот так вот провинция на провинцию. Там как бы администрация, губернатор, наш губернатор китайской провинции. Работа идет. Председатель Си Цзиньпин сказал, что в сегодняшних, современных условиях мы должны работать спина к спине. Значит, там санкции, не санкции. Вот когда Россия и китайцы будут в таком ключе работать, то у нас никаких проблем не будет. И мы преодолеем все сложности. Мне кажется, что в этом российско-китайском диалоге вы и ваш форум выступаете в качестве переводчика. Как будто Россия говорит на русском, Китай на китайском, а вы между ними стоите и помогаете им найти общий язык. На самом деле так и есть. Наша задача наладить взаимоотношения бизнеса и всячески его поддерживать. Если возникают какие-то трудности там при оформлении определенных, трудности есть. Мы понимаем, что по-разному работают некоторые наши там ветеринарные, допустим, службы. Если мы говорим о сельском хозяйстве, есть различные антимонопольные службы, тоже как бы имеют определенные взгляды. Есть проблемы, которые связаны с миграционными вопросами. Но это все вопросы решаемые. Важно здесь малый и средний бизнес и приграничных территорий тоже очень важно. С каждым годом у нас идет очень позитивное развитие. В 2020-м Китай будет подводить итоги 13-й пятилетки. Но уже сейчас понятно, что период с 2016-го был для Поднебесной знаковым. Это и выдвижение концепции справедливого миропорядка, и долгосрочная программа «Один пояс, один путь», и активное осуществление ранее выдвинутой Си Цзиньпином идеи китайского возрождения. А что 13-я пятилетка дала нам, России? В 13-й пятилетке мы должны как минимум в два раза увеличить наш торговый оборот между нашими странами. И цифра 200 – это как раз в период 13-й пятилетки. Действительно, «Один пояс, один путь» – это грандиозная программа. И интеграция в Евразийский экономический союз этой программы сегодня даст и России, и Евразийскому союзу очень много. Это новый миропорядок, это новый взгляд на развитие будущего, и, естественно, кого-то это не устраивает. Россия и Китай очень успешно развиваются. Наши ближайшие соседи, и это наш стратегический партнер на будущее. У нас свои проблемы, у Китая свои проблемы. По-разному, разный уровень, но задачи стоят одни – повышение благосостояния жизни наших народов. Большой вклад в наши отношения вносит еще одна организация – это ШОС. Как повлияло относительно недавнее вхождение Индии в ШОС на отношения внутри Примаковского треугольника? Индия, Россия, Китай. Китай и Индия, конечно, они являются с одной стороны и конкурентами в определенной мере. И Россия, конечно, заинтересована в развитии вот этого треугольника. Это и рынки сбыта, это и высокий рост производительности труда, и это огромные перспективы, это будущее. Кто бы этого не хотел бы, как бы этого не хотели бы, но это факт. И если вот этот треугольник, он будет работать так, как хотелось бы, то это будет не только сдерживающим фактором для неких амбиций определенных стран, но и стабилизирующим звеном, который будет давать возможность миру спокойно и динамично развиваться. Ну а если добавить другие страны БРИКС, то получается даже не одна треть, а практически половина всего населения планеты. А в чем вы видите основную идею БРИКС? Соединенные Штаты Америки пытаются отодвигать на второй план то устройство миропорядка, которое было сформировано после окончания Второй мировой войны, Организации Объединенных Наций, и пытаются выстраивать жизнь на земле по определенным правилам. И уже за нарушение этих правил как бы пытаются выдвигать те или иные наказания против тех или иных стран. Это противоречит мировому нормальному развитию и жизни населения на земле БРИКС. Они за развитие полицентричного мира, за многообразие, за сохранение с одной стороны идентичности каждой страны, каждой нации. И с другой стороны за гармоничное развитие общества. Если мы выйдем, допустим, в страны БРИКС, и будут свои банки, и расчеты наши будут в собственных валютах, то это во многом изменит всю мировую архитектуру и экономическую, и политическую. Но уже более 10 лет прошло с того момента, когда Путин первый раз заявил о полицентричной концепции миропорядка. За эти 10 лет уже получается нам перевесить, или мы только встаем на эти весы? Ну, вы знаете, да, мы будем говорить, что что-то получается лучше. Где-то потом происходит такая некая волатильность, все равно происходит. Я надеюсь, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что все понимают, что в этом во многом перспектива будущего. А как председатель комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океане, вот вы можете оценить потенциал концепции БРИКС+. Она очень перспективна, и я могу сказать, что азиатские страны с большой надеждой смотрят и на то, как развивается ШОС, что происходит со странами с этими, как развивается этот союз, что происходит с БРИКСом. И когда эти страны приглашают на заседание, то они с большим интересом, с большим энтузиазмом подходят к этому, активно принимают участие как наблюдатели, как в разных апостасях. То есть нам нужно следовать южноафриканскому примеру и приглашать регионы. Спасибо вам большое, Алексей Васильевич, за очень интересную беседу. Я надеюсь, что это наша с вами не последняя встреча. Да, спасибо большое. Всегда рад встрече. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова